За поддержку канала на Бусти, спасибо Чумби-богу-шаману, полноценному богоубийце Аргосу и лидеру шейхов на аукционах Дону Волынсконе. Ещё никогда это приветствие не было так в тему. Я приветствую тебя Чумба, с тобой Рабаши. Джонни Сильверхенд, многогранная личность, которую каждый автор может интерпретировать по-разному. Для одних он психопат, помешанный на анархии, для других жертва системы государства, для третьих, ребёнок, застрявший в собственных желаниях, капризах и недостатке внимания. И лишь для небольшого количества людей, вольный герой и отчаянный самурай. В данном ролике я поведаю вам о своём видении персонажа, попробую передать, чем же так хорош Роберт Джон Линдер, ныне известный как Джонни Сильверхенд. Приятного просмотра, я начинаю. Отправная точка в любом полупсихологическом разборе кроется в предыстории, не совсем прописанной, оставляющей открытые двери, но всё-таки объясняющей, чем же дышал Джон в юном подростковом возрасте. Уже в юности он был вспыльчивым, непокорным и воинственным. Это можно понять по его решению, в 16 лет соврать о своём возрасте и отправиться добровольцем на войну, что показывает высокое чувство справедливости в парне. И, быть может, даже патриотизм к стране или же к городу, в котором проживал. Вторая Центральноамериканская война или же Новый Вьетнам, происходящий в Мексике, быстро разрушил представление молодого Джонни о мироустройстве. Он осознал, какую войну ни возьми, побеждать в ней всегда будут лишь корпорации, а проигрывать обычные люди. И данное правило работает и по сей день, даже вне рамок киберпанка. Но основанием для Нового Вьетнама была попытка ФБР и ЦРУ перенаправить поток капитала из рук картелей с наркотой в США. Это бы сгладило последствия кризиса 1994 года, когда у США заканчивались ресурсы, и они вторглись в Центральную Америку для получения нового сырьевого источника. Ситуация вроде игровая, а дежавю ловится шо пиздосики. Так вот, вся война носила разрушительный характер, ибо по сути ей управляло коррумпированное правительство. Но страшнейший удар был нанесен холодной информацией о секретах страны, за которую пошел воевать Джонни. После этого многие солдаты выбрали стать дезертирами, он в том числе. На что правительство решило создать и продвигать мощную пропаганду, отчего американская общественность возненавидела их, своих бывших солдат. Как раз во время всех этих событий, Джонни был на фронте и лишился своей руки. От болевого шока он был на грани и должен был умереть, но его спас его друг, закрыв от пуль собственным телом. Жертва его товарища, коррумпированное государство, выставляющее дезертиров врагами, и всеобщая ненависть от этого слоями ляжет на Джона Линдера, и его подростковая любовь к стране, за которую лил кровь, обернется ненавистью к ней же. За ложь, убийство и все невзгоды, которые принесла ему война. И конечно же его товарищам. Роберт Джон Линдер умрет на той войне, и из ее пепла, подобно Фениксу, появится Джонни Сильверхенд. Произошедшее сломило бы многих, и частично он также был сломлен. Постоянная выпивка и курева, ненависть к государству и даже прогнившему городу будут преследовать Джонни и напоминать о себе каждый день. Но будет ли это дезморалить его? Конечно же нет, лишь подкидывать дрова в костер, который именуется злобой и анархией. Даже когда Витч ждал его воспоминания и чувства, он отметил бесконечно кипящую ненависть. Но именно два этих чувства он вылет в самый действенный способ донести информацию и изменять сердца людей. В музыку, в творчество. Так и родится группа, качающая целую эпоху. Строчка за строчкой отпечатывающаяся в металлических душах жителей Найт-Сити. Самурай. Путь мятежника и разоблачителя коррупции Джонни начал именно с нее. Музыка Сильверхенда была революционной. Она положила начало движению рокеров и мгновенно стала настоящей сенсацией. Написанные Джонни песни Самурая в рекордно короткие сроки поднялись на вершины американских чартов. Его слова несли антикорпоративный и антиправительственный идейный посыл. Ну а в треках, а точнее в альбоме «Грехи ваших братьев» он признался, что был дезертиром и пролил свет на ужасные приказы правительства. Альбом имел бешеный успех и изменил общественное восприятие того, что означало быть гонимым собственной страной. Но еще больше крыша Сильверхенда поехала в 2013 году и центром или же триггером к этому была девушка Альт Каннингем. В то время она уже выступала в статусе экс-девушке Джонни и самое удивительное, второй даже не подозревал кем она являлась и насколько была важна не только для Найт Сити, но и для всего мира. Альт была нетранером, да не простым, а лучшим в своем деле. Именно в ней и в ее знаниях был ключ от душегуба, системы, благодаря которой можно было переносить сознание людей на носитель, тем самым даруя цифровое бессмертие. Поистине ужасающая вещь, которую осознавала сама Альт, но не знал Джонни. Они были полной противоположностью друг друга, от этого и притягивались словно мотылек, летящий на огонь. Альт не могла найти компромисс в отношениях с Джонни, ибо его революционные идеалы брали верх, и подкрепляло их общество. Сотни тысяч фанатов, кричащих о его правоте, утопая в алкоголе, наркоте, куреве, прямо во время концертов на одном из таких была Альт. То ли скучающая, то ли желающая убедиться в своей правоте насчет Джонни, уже не важно если честно. Они остались в гримерке после концерта, и в порыве страсти отымели друг друга поддыхало. Но от любви до ненависти один шаг, поэтому когда Альт убедилась, что Сильверхенд не способен меняться, они разосрались. По итогу девушка решила уйти. Джонни последовал за ней, выходя из клуба, Альт похитили, а Джонни серьезно ранили. Все это произошло по приказу крупнейшей корпорации Аросаки, которой нужны были знания Альта Душегубе. Вскоре анархист узнает о том, кем была его девушка и насколько значима она для современного общества. Но здесь стоит сделать ремарку. Их отношения не являлись романтическими, скорее лишь Альт испытывала таковые чувства к Джонни. Этому кобелю, имеющему сук направо и налево, не было дела до очередной таковой. То, что было между ними, это фейерверк, микс из чувств, амбиций и проблем. Их отношения в иронию всему городу также были покрыты хромом, через который что-то додостигало искренних чувств сердца. Но не стоит путать это с любовью, о ней нет никакой речи. Сильвер Хэн был озлоблен от того, что в очередной раз корпорации и правительство забирают то, что принадлежит ему. Частью чего он сам является. Страны, группы или же отношений. То есть это была последняя капля. Ёбаная Аросака забрала у него туз, который он был. И её жизнь была в опасности, что заставляла Джонни кипеть. Это камень в его огород, удар по самолюбию, эгоцентризм и былая жажда мести, одним словом. Организовав концерт прямо у главного здания Аросаки, он делился вайбом с окружающими, и выступление быстро переросло в беспорядки. Пытаясь угомонить толпу, Аросака направила к ней несколько отрядов, это и было нужно Сильверу. Поэтому он начал вторжение, дабы освободить Альт. И по итогу мясорубки он добрался до неё, поняв, что пришёл слишком поздно. Её заточили в душегубе, оставив Энграмму сознание в сетевом пространстве Аросаки. Джонни был в ярости. Он считал, что его бывшую девушку никак не спасти и отключил её от сети. Полностью погружённый в грусть и отчаяние, он даже не подозревал, что сознание Альт, находящееся в хиберпространстве, взывало к нему. Но тщетно. И что же мы имеем по итогу? Подросток, который намеренно сбежал на фронт, то ли из чувства патриотизма, то ли презрения к врагам государства или собственного бунтарства, узнал правду о правительстве и почувствовал себя преданным. Стал жертвой пропаганды, ведь был дезертиром. Любовь заменилась на ненависть. Желая изменить текущее положение дел, спустя несколько лет другой жизни, вновь столкнулся с корпорациями, которые жаждут отобрать у него близкого для него человека. И в очередной раз, по итогу всего, он не смог спасти Альт, как и не смог спасти своего друга в прошлый раз. Всё это клеймом выжится на душе Джонни, и он исчезнет на длительный срок. Известно лишь одно. В тот период времени злоба Сильверхенда росла, и в 2023 году он восклавил штурмовой отряд, который поддержала корпорация Милитех. Целью Джонни было взорвать Аросаку мини-ядерной бомбой. Его преследовали личные счёты за Альт, имели тех же желание закончить четвёртую корпоративную войну. У Сильвера выйдет не только отомстить за Альт, но и освободить её из пространства Аросаки. То есть после этого она могла передвигаться не только в поле зрения одной корпорации, но и в целом по сети. Ещё и в статусе инкогнито, ибо даже её киберобраз невозможно было кому-либо отследить. Судьба же рокера-анархиста в дальнейшем оказалась плачевной. Бомбу-то он заложил, но встретился с Адамом Смэшером, который буквально умертвил Джонни по версии игры, позже он встретился с лидером Аросаки, стариком Сабура. И именно тот подверг его действию душегуба, не убивая рокера, а сделав кое-что похуже, записав его на чип, за которым и будет охотиться будущий игровой персонаж киберпанка Ви. Сильверхенд взорвал бомбу и вошёл в историю как рокер, террорист и анархист, изменивший своё и будущие поколения. План Сабура Аросаки, потому чтобы Джон испытал страх и душевную боль, падая в забвение, исполнился, но не в душегубе, а по ироничному стечению обстоятельств, в теле Ви. Энграмма Сильверхенда начала спасать тому жизнь, но затем стала перезаписывать тело наёмника как диск данных, буквально загружая в Ви личность Сильверхенда. И для второго это было настоящей пыткой. Корпорации желали захватить жизнь людей. Политики, чиновники, всё правительство относилось к людям как к расходному материалу или сырью. С этим можно было бороться, но то, что происходило сейчас, потрясало разум Джонни и кидало из крайности в крайность. На чаши весов уже была не человеческая жизнь, а душа. Корпорации были в шаге от того, чтобы перезаписывать саму личность человека, когда тот ничего не подозревает. Медленный вирус, эвтаназия, которую не понимает сама жертва. Осознавая возможность последствий, Джонни жаждал разъебать всю Аросаку, вырезать под корень, но на этот раз окончательно. Если нужно, он заберёт тело Ви. Выходит, достаточно интересно. Человек, который пытается бороться с душегубом, является чуть ли не первым его пациентом и в прямом смысле этого слова воплощает его функции и цель завладеть телом жертвы. Джонни понимает это и от этого ему становится многократно паршиво. На самом деле, тема взаимоотношений Ви и Джонни не может быть затронута в данном ролике полностью. И дело не только в масштабности темы и хронометража, а в вариативности самой игры. Вы можете сраться с Сильверхэндом, можете корешиться, это лишь ваш выбор. В свою очередь, я расскажу кульминацию отношений, каноничные сюжетные моменты, ну на мой взгляд. В начале симбиоза Джонни не воспринимал Ви, для него он являлся лишь инструментом и триггером действовать. Но со временем многое изменилось. Сильверхэнд поверил в Ви и попросил того довериться ему, ибо сделает всё, чтобы спасти нового товарища. И тут кроется закопанный в могилах гештальт такой мотивации. Дело происходило в отеле Пистис София. Джонни уже бывал там, после войны именно в этот отель он на месяц и завалился. 30 дней не выходя из комнаты, он смотрел в потолок, его окутывал разный спектр эмоций от раздражения до грусти. Ибо его друг пожертвовал собой ради него, и всё, что осталось, это его жетон. Приведя Ви в тот же отель и номер, он чувствовал ответственность за него. Ведь путь, который они прошли, сделал их партнерами, быть может друзьями. Джонни испытывал чувство долга. Он обязан отдать этот должок погибшему другу через погибающего Ви. Ибо его отравлял сам Джонни. Это усугубляло ситуацию, конечно же, но из могилы рядом в довесок первому выглядывал и второй гештальт. Связанный с Альт, ибо именно её детище сначала затронуло Джонни, а затем уже и Ви. Душегуб, жертвой которого стали оба. По левую руку последствия войны и жертва друга, по правую чувство вины за содеянное и свершившееся с Альт. Перед глазами симбиоз первого и второго. Ви. Это вендетта. Клятва. Джонни спасёт своего нового друга, а сам скроется за чёрным заслоном. Вновь отправляясь в небытие, оставляя после себя лишь боевой жетон товарища, который спас ему жизнь. Таково было его решение. И вот вроде бы всё решено. Через Ви он закрывает и первый, и второй гештальт. Иначе говоря, анархист приходит к решению пожертвовать собой ради другого человека, показывая эмпатию, раньше не свойственную ему. Как и личностный рост, моральный и человеческий в целом. Джонни много раз мог принять таблетки, которые ему дала Мисти, что позволило бы ему завладеть телом Ви. Но раз за разом, он не делал этого. Бессердечный, харизматичный ублюдок, у которого не только рука, но и сердце с яйцами, сделанное из хрома, стал гораздо мягче, чем мы с вами думали. Конфликты сменились шутками, распри и компромиссами. Это даёт нам надежду на спасение Ви, на искупление Джонни. Но на деле, ничего кроме грусти. Как бы вы не проходили игру, всё уже слишком поздно. Вам дают выбор, и ни один из пунктов вам не понравится. Энграмма Джонни всё это время непроизвольно перезаписывала тело Ви. Чип атаковал иммунную нейронную систему. Иначе говоря, даже если Ви вернёт себе тело, ему осталось жить полгода. Джонни же, в свою очередь, имеет полный контроль над ним на уровне ДНК. И выбор, который даётся, выбрать, жить или умереть. Вся сюжетная линия продвигает историю Джонни Сильверхэнда, показывая, что главный герой на самом деле он. В то же самое время, вызывая у нас чувство привязанности к Ви. И по моему личному мнению, каноничная концовка именно в том, чтобы отдать тело Джону. Как бы это не было печально. По итогу, история Сильверхэнда показывает нам, он не смог спасти товарища в войне. Его жетон оказался неимоверно тяжёлым для его шеи. Непосильное бремя. Он не уберёг Альт. Ни от Арасаки, ни от себя самого. А Ви, который воплощал в себе судьбы и черты обоих, Джонни непроизводно лишил и сознания, и тела. Это огромный груз, карма или же проклятие. Джонни оказался заперт в теле друга, с которым многое прошёл. Друга, которому дал клятву о спасении. Но в очередной раз сам оказался спасённым. Каждый день он теперь будет подниматься с кровати и видеть его лицо. Жить его жизнь, проживать дни и мгновения, которые уготованы не ему. Это уничтожало психику и душу Джона. Но на этот раз без агрессивных эмоций, Сильверхэнд оказался сломлен. Он не мог даже покончить с собой, ибо никакого себя нет. Это было бы осквернением тела, которым он ныне владеет. Предательство друга. Судьба страшнее запвения. В конце истории не осталось террориста, анархиста, рокера. Не осталось самого Джонни. Революционер, который желал погубить корпорации, отринул цели, желания и себя самого. Даже музыку, которая вдыхала в него и в других жизней. Человек, которого раньше звали Сильверхэндом, покинул Найт-Сити. В другом теле, с другим сознанием и душой. Смерть ли это или перерождение, решать лишь вам. 26 сентября выйдет DLC-шка по Киберпанку. Напиши в комментарии, если хочешь пройти его вместе со мной на стримах. Если оно будет интересным и обильным на сюжет, то я выпущу дополнение к данному ролику. Также про Сильверхэнда. Короче, всё как и в игре в твоих руках. А с тобой был Рабаши. За спонсирование данного видоса спасибо Андрею Бомбящему и Антону Соколову, которые выиграли аукцион с лотом Джонни. Порадую любителей игры, скажу. В ближайшие месяцы выйдет крупный обзор на Кратоса, поэтому не пропустите и подпишитесь. Также благодарю шейхов с площадки Boosty, никнеймы на экранах. Спасибо тебе за всё, Чумба. И пока-пока.